Добрый день! Сегодня пятница, чудесный день. И у меня радость. Ко мне в гости приехал сыночек младший. А для меня это прямо самые главные дни, когда ко мне приезжают ребята. Недавно у меня гостил старший сын, а сейчас приехал маленький. Маленький, ну правда метр восемьдесят три маленький. Ну, маленький. Вот, и я, конечно, стараюсь радовать, стараюсь приготовить что-то вкусненькое. И вот сегодня я разморозила мясо. Говядину я всегда беру, конечно, подешевле. Я вырезку не беру, я говядину вообще редко готовлю. А дети любят. И я купила мясо, ну, с ноги. То есть там много и сухожилий, и прожилок. Я все это, как правило, использую для тушенки. Я им делаю тушенку. В банках они очень любят. Прямо по госту буквально делают тушенку. Получается очень вкусная. И они иногда суп, иногда с картошкой, с макаронами, иногда просто ложкой из банки. И такое бывает. Вот, наверное, чаще всего. Когда хочется кушать, открывается банка тушенки с хлебушком. Вот. И сегодня я решила поделить это мясо. Вырезала почище, без пленок. Я это прокручу на мясорубке, сделаю фарш. И добавлю туда всякого полезного. Еще и для себя. Поскольку я вынуждена тоже... Вынуждена питаться правильно. Вот действительно такая вот. Такой парадокс. Вынуждена. Ну, я стараюсь все это делать вкусно. И в фарш я не добавляю хлеб, сухоли, еще что-то. Я сегодня добавлю в фарш овсянку, я покажу, крупную. И кабачок потру. И оно будет сочное и вкусное. Но это будут не котлеты. Начинаем. Поехали. Вот мясо я обработала, оно готово. С этой стороны все осталось то, что с сухожилиями и с тут соединительными тканями. Все то, что я буду тушить в казане. С луком, с овощами, а потом добавлю картошку. Вот это у нас пойдет на фарш. И сейчас я замочу овсянку. Потом ее чувствоваться не будет вообще. Овсянки я беру немного, но крупной. Я хлопья, вот эти мелкие дребезги не люблю. Я люблю вот такую овсянку. Я беру две столовые ложки. Вот на эту порцию. Тут, наверное, ну может быть грамм пятьсот. Вот здесь вот заливаю водой и ставим в сторону. Сначала я, конечно, поставлю тушить вот это. Сейчас я нарезаю лук. Не очень мелко. Я порежу нормально полукольцами. И не очень мелко. Вторая луковица. Три палочки сельдерея я закину позже. Позже же. Сейчас я туда же закину некрупно порезанную морковь. Некрупно. А сейчас я еще добавляю накрошенный тонкими полосочками имбирь. Еще добавлю красный перец. И сейчас я вам покажу, что у меня получается. Красный перец вот такой жгучий. Вот я готовлю в казанке. Вот смотрите, что у меня в данный момент. Ну пусть тушится. Чуть-чуть начнет золотиться. Я, лучок с морковкой, я сюда закинул мясо. Золотиться уже. И лучок поджарился кое-где. Распрекрасно. Аромат стоит. Ошибительный. И сейчас я сюда закидываю вот это мясо, которое будет тушиться. Большие кусманы какие. Ну пусть потом. Крупные куски, они будут более сочные. Пусть потом. Пусть потушится потом, если что. Ну порежем. А мужички мои сидят. Большому куску рот радуется. Во, вспомнила. А вот это я сейчас пропущу на мясорубке. Вот сколько у меня фарша получилось. Немного кабачок у меня небольшой. Вот такой вот. Сейчас я его натираю на терке. Но не на крупной, самой вот такой крупной. Вот на такой терочке. Не на самой. С кабачком мы справились. Теперь переходим к овсянке. Овсянку я откидываю на ситечко железное. И все. И оно идет тоже в фарш. И туда же одно яйцо. И все. Переходим к специям. Первым делом я кладу, конечно, свою любимую вегету. Примбелизительно чайную ложку. Потом хмели-сунели. Запах ошизительный. И черного перчика хочу добавить немножко. Вот сейчас. И, в принципе, все. Все равномерно вымесили. Тут видно, да? И овсянку, и кабачки. А потом, когда будем кушать этого, видно не будет уже. Соли. Хочется еще. Ну, думаю, ее хватит. Сейчас я сюда, конечно, накидаю кинзы. Как же без нее? А теперь... Ну вот, добавлена у нас кинза. И сейчас я все это еще раз перемешаю. Сейчас сбрызну растительным маслом форму. И продолжим. Вот растительное масло спрейное. Сейчас я его побулькаю. Все. Сынок пришел меня проконтролировать. Вот сейчас тут будут... У нас коклеты. Вот сюда. Начинаем с маленькой. И покажу потом, что получится. Попробуй. Фарша соли хватает? Руки грязные? Да. Я очень это люблю. И я как-то возила детям, когда это... Это я сама, в принципе, придумала себе так делать. Наподобие запеканки. Хотя это, в принципе, получается... Был когда-то в продаже мясной хлеб. Вот в виде буханок сделанный. Наполнить вы можете чем угодно. И картошку потереть. Например, я кабачок. Можно картошку потереть. Можно не добавлять ничего. Сделать чисто из двух-трех фаршей. У меня сегодня чисто говядина. Вот. Будет с салатом. Хлеб, салат. И вот это будет порезано, как колбаса. А маленькую можно просто, как котлету. Она съедается очень быстро, потому что получается очень вкусной. Вот у меня как раз и хватит сейчас. Оно еще чуть-чуть ужарится, уменьшится. Сейчас я вам покажу, что из этого будет. Я так думаю, что я все использую. Ничего у меня не останется. А то мясо, которое с пленочками, с сухожилиями, оно будет тушиться, тушиться, тушиться. И станет тоже очень вкусным. А потом я туда что-то добавлю. Или овощи. Там может быть капусту. Может быть капусту, картошку там сделаю типа рагу. Потому что у меня еще есть кабачок. Еще есть капуста, морковь. Ну, морковь с луком там уже есть. То есть это можно... Либо чисто мясной я оставлю и отправлю детям. Они сами пусть там с чем хотят сделают. С макаронами. Посмотрим. Время есть. Оно еще будет тушиться какое-то время. Мясо, потому что говядина с ноги, оно, конечно, жестковатое. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Вот, я вынула из духовки наши котлеты. Где-то примерно час это было. Сейчас тут еще много соуса, бульона. Он абсолютно прозрачный. И если вот так оставить, то этот бульон впитается обратно в эти котлетки. Ну, в принципе, там все вкусно и полезно. Они, видите, как подсели. О, мы с сыночком готовы пробу снимать. Первый. Яша пошел, пробуй. Вот, Яша пошел пробовать. Горячее? Да. Еще горячее. Ну, вот пробуй. Ммм, мм, 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 мм. Что, правда, вкусно? Вкусно. Вкусно. Как бабушка наша. Как же невкусно, столько добра. Вот. Вот так мы сегодня израсходовали мясо третьесортное, говяжье. То, что написано, мышца ноговая, ну, коров. Руковая. Руковая написано, прям мышца рукавая. Да. Вот так написано было на иврите. То есть, это конкретно самое жесткое мясо. Мясо нижней части ноги. Одна голимая твердая мышца. Вот. Часть перекрутили, часть перетушили. Там тоже бесподобно вкусно получилось. Я вам покажу. Вот. Пошли мы дальше готовить. До свидания. Пока-пока. Давай вот так вот. Опа. Пока. Вот. Заодно я вам показываю, что у нас происходит в казане. Я туда положила крупно нарезанную картошку, прям четвертями. Пару помидорок крупно порезанных. И много зеленого лука. Вот. Мы решили второе блюдо тоже показать. Хотя, в принципе, ничего мудреного. Это у нас овощи продают. Предлагают купить арбуз, лимоны. И мешают нам снимать. Сейчас Яша пробует картошку сначала. Так, промазал. Картошку. Ты можешь не целую, ты можешь кусочек отломить. Так, чтобы в рот влезло. Сготовилась она и вкусная ли она? Да. Да, ладно, всегда вкусная. Горячая, вкусная. Вот. А форсек? А форсек это персик. Вот. А я бульончик попробую. Что у нас получилось? Ой, вкусно. Ой, как вкусно. Сейчас еще лимона добавим. Уже когда в чугунок я не стала лимон добавлять, а сюда мы сейчас добавим. Ну, очень вкусно. Очень говядина стала, мягкая-мягкая. Вот такая получилась вкуснота и красота. Бай-бай. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok